Прерывание срока исковой давности. Законодательство предусматривает защиту нарушенных прав гражданина в судебном порядке. Возможность обращения с заявлением ограничена временным отрезком, сроком исковой давности. Данное ограничение необходимо для стимулирования своевременного обращения по вопросам восстановления справедливости. По истечении установленного периода потерпевшая сторона теряет право на возмещение материальных убытков, морального вреда. Поэтому требуется вовремя реализовывать право на восстановление справедливости, предусмотренные Гражданским кодексом. Что такое сроки исковой давности? На основании статьи 195 ГК РФ сроки исковой давности подразделяются на два типа – общие и специальные. Временный промежуток первого – три года. Вторая группа применяется к договорным обязательствам, где официально установлен срок в договоре, а также к некоторым сделкам, например, доставки товара, выдачи денежных средств взаймы, страхованию. Важно, окончание установленного законом периода не означает полную невозможность обращения в суд. Однако если ответчик заявит об окончании времени по подаче иска, то дело будет прекращено. Сроки обращения в суд по гражданским делам ограничены. К ряду ситуаций понятие исковой давности не применяется. К ним относятся нарушения, касающиеся благ, не имеющих экономической стоимости, претензии клиентов к банку по вопросам возврата денежных средств, восстановление справедливости после причинения вреда здоровью, жизни. По данному виду дел иск подается независимо от времени, прошедшего с момента правонарушения. Как исчисляются, официальный отсчет начинается с момента, когда потерпевший установил факт нарушения прав. Если гражданско-правовые отношения регламентируются договором, распиской, то началом периода является дата завершения обязательств, указанная в официальном документе. Например, дается взаймы определенная сумма денежных средств, срок возврата указывается в расписке. Срок исковой давности исчисляется с даты, отмеченной в бумагах. Указать корректные условия рекомендуется еще на этапе оформления договорных отношений. Если конкретная дата не указывается или подразумевается исполнение по предъявлению требований, то период начинает отсчитываться с момента первого требования. При предоставлении ответчику в судебном порядке времени на выполнение назначенных судом обязательств, срок исковой давности начинает Отсчитываться после окончания предоставленного периода. ИСТЕС может обратиться с заявлением о приостановлении, основываясь о законодательных актах. Начало течения срока исковой давности. Важно! Максимальное время на подачу иска может быть прописано в договоре отдельным пунктом. Размер может быть как меньше обычного, так и значительно больше. Например, некоторые кредитные учреждения указывают десятилетний период подачи заявления на взыскание долга. Понятие приостановления и прерывания. Срок исковой давности непрерывен. В течение него потерпевшее лицо вправе обратиться с заявлением в судебные органы. Законом предусматриваются ситуации, при которых гражданин по веским причинам не смог написать заявление в установленный период. В таких случаях имеется возможность приостановить отсчет. Прерывание срока исковой давности предусмотрено статьями АПК и ГК. Отличие от приостановления в том, что время, прошедшее до момента наступления обстоятельства, не берется в учет, а срок начинает отсчитываться с нуля. Данная возможность предусматривает значительное увеличение времени на осуществление права защиты от речика. Прерывать срок имеют право естественно основание установленных статьей 203 ГК РФ аргументов. Основания для изменения отсчета срока. Поводом для приостановления служат случаи, временный промежуток которых является определенной величиной. Указанный период добавляется к временному отрезку, тем самым продлевая его. К подобного рода случаям относятся. Чрезвычайные события. Природные катаклизмы, произойти которые могут независимо от желания человека. Участие одного из участников в военном конфликте в составе Соединений Российской Армии. Правительственной моратории на исполнение обязательств определенного типа. Судебная практика содержит незначительное количество случаев применения государственных отсрочек. Условием для работы перечисленных вариантов является наступление обстоятельств не позднее полугода от окончания срока исковой давности. При соблюдении требований приостанавливается в любой момент на заявленный период протекания ситуации. Стихийное бедствие – одно из оснований. Важно. Также приостановление возможно при наступлении обстоятельств, предусмотренных частным случаем нарушения прав. Например, обращение в государственные органы для назначения пенсионных выплат или пособия в результате нанесения тяжкого вреда здоровью. Период удлиняется с учетом времени, необходимого для разрешения вопроса. Основаниями для прерывания периода обращения служат Подача соответствующего судебного иска от потерпевшего. При неисполнении долговых обязательств ответчикам возникает необходимость подачи заявления. Действия ответчика, обязанного возместить ущерб, говорящие о признании обязательств. Выплаты согласно исполнительному листу, ходатайства об отсрочке платежей. Признание долга при рассмотрении дела между организациями не относится к основаниям для прерывания, так как не способствует дисциплинированности ответчика. Прерываться срок может по судебному иску. Следует отдельно отметить, что только активные действия, имеющие документальное подтверждение, могут учитываться как признание долга. Устные обещания не рассматриваются как аргумент для того, чтобы прервать срок исковой давности. При отсутствии понимания этого тонкого момента могут иметь место мошеннические действия со стороны ответчика. При остановлении срока исковой давности при предъявлении претензии. При остановке срока происходит при помощи направления претензии в адрес ответчика. Период обусловлен временем ответа, предусмотренным договором или законом. Согласно АПК на это выделяется не более 30 календарных дней. После отсчет продолжается в установленном порядке. Важно, по истечении периода, предоставляемого для подачи заявления, предъявить претензию невозможно. Образец претензии. Чтобы приостановить срок исковой давности, достаточно направить официальную бумагу через почтовую службу, зафиксировав дату и время получения. Это будет основанием для отсчета времени приостановления. Вручается документ непосредственно в руки должнику. Если совершить этого невозможно по каким-либо причинам, то приостановление осуществляется на месяц. Таким образом, законодательство России защищает право истца, не позволяя должнику отказываться от выплаты долга на основании применения исковой давности. Именно для таких случаев и предусмотрен перерыв течения периода для подачи иска. Однако истцу нужно быть осторожным, потому что в законодательных актах нет критериев или примеров поведения ответчика, которое бы подтверждало, что он признал долг, поэтому не всегда легко определить, когда действия должника на самом деле прерывают срок, а когда. Просто создают иллюзию прерывания.